Кукла первая среди игрушек. Она вне времени, всегда остается юной. Сегодня кукла – это объект для дизайна и рукоделия. Ирина для своих миниатюрных красавиц создает уникальные и эксклюзивные образы. Такому гардеробу позавидует любая модница. Под свое хобби Ирина выделила целую комнату. Она стала ее мастерской, в которой создаются кукольные наряды. В этом мире тканей ниток и лекал Ирина вращается каждый день. За несколько лет она стала закройщицей, портнихой и дизайнером одежды. Это, допустим, сейчас по погоде – это на шубке, на жилеточке. Ну, это, конечно, не мех, это плюш. Но для кукол выглядит как шубки, в которых они зимой могут находиться, потому что есть те, которые выгуливают кукол зимой. Из этой ткани, это называется велюр, из нее шью всякие кегурум, зайчики, ну и тому подобное. Ну, в основном зайчики. Вот здесь трикотаж с принтом, однотонный. Ну, это футболочки всякие, бодики, трусики, маечки, колготочки. В каждом кукольном образе учтены мельчайшие детали. Они достаточно просты для начинающих и дают творческий стимул опытным мастерам. Ирина самостоятельно разрабатывает эскизы, индивидуально под каждую модель придумывает аксессуары. Формирует одежду по принципу сезонности, объединение единой темы, цветового решения, принта. К Новому году у нее также готова небольшая коллекция. Сейчас идет новогодние подготовки. В основном это костюм Снегурки. Вот есть платье, тоже помощница Деда Мороза. Для мальчика свитшот, тоже с принтом новогодним. Ну, все в основном блестящее, платье, фатиновые юбки. Все это, конечно, новогоднее настроение. Еще очень популярно сейчас образ Венсдей. Шить для куклы непросто. Мелкие детали, порой ювелирные швы, максимум внимания и аккуратности – это те факторы, без которых не получится идеальная одежда. В пошиве наряда главное правильно снять мерки. Ведь именно они позволят сделать вещь с идеальной посадкой без неприятных сюрпризов. И краю, и шью, и иногда дорабатываю лекало. Даже вот есть специальные колодки, при помощи которых я создаю обувь. Для обуви тоже своя выкройка, материалы. И вот при помощи колодок создается такая обувь. Допустим, вот эти кеды были созданы при помощи вот этой вот колодки. Только с опытом вырабатывается та самая мышечная память, которая влияет на скорость работы. Важно все. На каких материалах и оборудовании проходит практика. И главное, какие виды обработки оттачиваются. Технология – это как огромный конструктор, выбирая детали которого, можно собрать оптимальный вариант под свои задумки. Так же, как и взрослую одежду шьет швея, так же и с кукольной. Просто в уменьшенном виде, так же, как для детей. Со временем привыкаешь к маленьким пуговикам, которые 5 мм, к маленьким застежечкам, к маленьким ботиночкам. В принципе, это дело привычки. Есть маленький секрет. Швейные машины чувствуют энергетику швеи. Если сесть за работу в плохом настроении, строчки будут получаться кривыми. Иглы гнутся и ломаться. А нитка – то и дело рваться. Когда вещь сшита с любовью, это всегда чувствуется. Иногда это является таким антидепрессантом, потому что я вечером после рабочего дня захожу в мастерскую. И иногда действительно надо просто посидеть. Я могу даже не включать машинку. Я просто могу взять, покрутить что-то, подумать, вырезать. И мне этого уже будет достаточно для того, чтобы получить духовное удовлетворение от того, что я делаю. Елена Хромова, Илья Тырса, Ольга Кириллова. Область новостей.